Друзья, всем привет! Мы провели 10 дней фантастических на Северной Сосе и мы приехали сюда, знаете, немножко неправильно подготовленными, то есть такая была некая дезинформация и мы хотим в принципе рассказать в целом о реке для тех, кто сюда едет, у кого есть желание сюда приехать, но нет понимания реки, то есть что готовится, чего ожидать. Немножко расскажу о самой реке. Река вот сейчас, очень высокий уровень воды и были дожди и уровень воды прыгал на полтора метра вверх-вниз. Я такого, честно говоря, удивлен был. То есть был такой момент, остров, на котором мы выходили и ловили, то есть он был под водой и даже не видно было, где там его вершина. То есть у нас лагерь стоит на воде рядом с берегом и мы там палочки втыкали и отмечали уровень подъема воды. Полтора метра разница была по воде. То есть, соответственно, это накладывают некие такие моменты на подготовку именно в снастях. И вот мы как раз хотим взять момент, то есть поговорить о снастях и поговорить о том, на каких местах здесь стоит щука. Когда мы ехали сюда, нам сказали, в принципе, щуку искать просто. Это каменные косы и торфянники. Находите торфянник. Торфянник, то есть это такой торфяной берег. Он такой осыпается, под ним, как правило, какая-то глубина. Вот, видно темный такой берег. Либо вот прям, ну каменные косы, не прям камни, а видно, что такая отмель на берегу. И на ней лежат такие булыжники, такие как разбросанные камни. То есть, под водой они тоже эти камни, и когда ты становишься ловить, там джигом очень хорошо они выстукиваются. Ты понимаешь, что это реально каменная гряда. Да, действительно, рыба там собирается, но такие места очень популярны и запрессованы. И все-таки вот мы приехали без эхолота, нам сказали, он не нужен. И вот нас выручило, что были ребята, которые дали нам эхолоты. Мы, в принципе, походили, поискали. С помощью эхолота рыбу нашли. Нашли рыбу и половили. Вот сегодня у нас были такие щуки, там, 5-8 килограмм. И, соответственно, это благодаря эхолоту. Без эхолота все-таки ссуваться сюда не стоит. Может быть, если совсем низкий уровень воды и есть опыт понимания считания водоема, то есть по косам, тогда, да, может быть, стоит без него. Но я бы даже при низком уровне воды не рекомендовал бы ехать сюда без эхолота. Это хорошая рыба, ребята. Это хорошая рыба. Ой, ребят, это бонус. Я не знаю, сколько она, но это очень классная рыба. Ага, одной рукой я не подыму. Надо двумя. Опа, ой. У меня, к сожалению, нету ни весов, ничего. Но это, наверное, под 10. Под десятку где-то, может быть, 9. Достань воблера. Вот это сейчас мы сделаем фото. Игорь, это десятка. Игорь, это десятка. То есть эхолота однозначно. Мы нашли бель, выставились по белье. Видели бель и еще какие-то там рыбы одиночные. Вот это одиночная была щука, а бель, это понятно, за которую щука там собиралась. То есть места, где, допустим, пример сегодняшнего дня мы ловили, это такой полив с такими косами, как, знаете, как выхолодки, смотришь, как верблюжьи какие-то, горбы такие. И вот в них, в этих проваленных, в нижних частях стояла бель, и щука, в принципе, подходила и ела. Щука ловилась где-то 2,70-3,5. Ну, 3,5 это уже там такое, как бы, русло, грубо говоря. Но в любом случае там ловилась. Еще одно место есть, это яма. Мы нашли, половили хорошо на яме. Ну, как яма, там такой полив 2,20-2,30 и сваливается в 5 метров, в 5, в 6, местами в 7 даже. И вот на этой бровке стоит бель, и, соответственно, щука подходит и ест. Опять же, без эхолота мы не нашли, и вот, как бы, это однозначно выручил нас эхолот. Где-то там лежит затопленное деревце. Верный признак, что там оно лежит. Содрали с него кору. Березочка, судя по всему, береза. Есть места какие-то коряги одиночные, на которых также любит собираться рыбка. То есть, какие-то там омутки и просто коряга. Вот там идешь, омуток один, омуток второй, ничем не отличаются. Бах, в одном коряга стали, половили на нем рыбу. То есть, ну вот, держится. Это вот, что касаемо места стоянки рыбы. В принципе, больше такого что-то сверхъестественного мы себе не подчеркнули. Ну, понятно, мелководные заливы, там много мелкой щуки, всякие всевозможные протоки с небольшой глубиной. Там тоже щука такая до двух, ну, до трех килограмм. Больше, как правило, нам там ничего не попадалось. Но зато в количестве. Первый день мы очень, нас здорово выручило. После жаркого Краснодара плюс 30 приехать сюда. В плюс 2 дождь, ветер сумасшедший. Такой, что якорь срывало. Кстати, да, якорь нужно иметь хороший. Потому что, когда течение и ветер, если в одном направлении, ветер с течением, с якоря прям здорово срывает. Особенно песчаное дно зацепится, не за что, если. И вот первый день мы половили мелкую щуку. Это нас здорово выручило. Именно вот в таких протоках. Поэтому в протоке, как правило, лучше не лезть. Там не крупный щук, единственное, если только спрятаться от ветра, дождя и так, чего-то подобного. Что касаемо приманок. Приманок, удилищ. По удилищам. Я бы вот рекомендовал удилища, где там, так как рыба у нас крупная, нужно такой, знаете, запас по мощности на подсечку. Я бы рекомендовал где-то удилище 40-80 грамм. Ну, 80 грамм, кто любит ловить прям совсем большими там сфинбейтами, каким-то силиконовыми приманками. Хотя мы уже тут поняли, что крупная приманка, это не гарантия того, что вы отсечете мелкую рыбу. Вот даже 25 сантиметров приманка, ее келушная щука атакует прям люто. И заглатывают прям эту приманку целиком. И вообще никаких проблем. По приманкам. Что остановится? Что вот мы тут после наших рыбалок даже ничего не убирали. Вот, видите, как есть, все, чем мы ловили, вот оно и есть. Это вот мы в залив заходили, ловили мелкую щуку. Ну, понятно, мелочь, там мел не глубоко. Вот, два варианта. И один со всетным крючком там, где коряжка была, да? То есть это понятно, убираем. На поливах с глубиной там до трех метров очень хорошо работает крупный воблер и минов. Вот, допустим, как этот фанбейт, адуа. И, конечно, лидером, нашим лидером стал, на него поймали самую крупную рыбу, это каблиста 125, он только в другом цвете. Но он у нас там чуть-чуть застрял в подсаке, надо его выпутать. Опа, и в домике. Все. А тут можешь уже сходить. Ага, не, я, наверное, рано завел, погорячился я. Да, Шкоду нам сделала. Девочка эта. Ну, вот, это понимаете? Это вот то, о чем я говорю, что ей нужно, давай здесь прямо вот устать-устать. Прежде чем заводить ее в подсак или вообще брать, прямо вот, вы уже думаете, что все, она устала. Не, ничего подобного. Вот я тоже думал, она устала. Ага, и завел в подсак. Я думал, что мы сейчас выпутаем и еще что-нибудь поймаем. Накрутила крупная щука, так что надо его выкручивать. Очень удивило то, что одна из самых лучших приманок оказалась колеблющаяся блесна. Ну, в данном случае это Пантун 21 Самплиора, 39 грамм. На нее поймано огромное количество рыбы, но она вот еще живая. Очень классный здесь крючок, сразу говорю, прям вот супер классный. Десятку сдюжит, прям вот с запасом, как говорится. По проводке тех же колебалок, простая джиговая проводка, монотонная, лучше всего. То есть где-то 5-6 медленных оборотов пауза, приманка там колеблется, падает на дно. И еще были даже моменты, когда приманка падает на дно, и после этого происходит атака. То есть она прям с песка ей атаковала. Это прям вот, наверное, одна из лучших приманок из таких, так сказать, из колебалок. Ну и такой же вариант, чуть более легкий, 33 грамма для более мелких участков. Ну, в принципе, наклоном удилища у меня очень хорошо получалось регулировать именно горизонт проводки. Ну и такие узкотелые приманки, как Саблета, тоже периодически стреляли неплохо. Но у них более разбавшистая игра, поэтому им нужно только подбирать проводку. Ага, есть рыбка. Ой, жарю тут потяжелее что-то. О, класс, это приятная рыба. Ребята, ну что творится? Какие рыбы здесь клюют. Как анаконда какая-то. Вот это рыбы. Вот это да. Класс, ребята. Фух, это толстая, я говорю, это толстая просто. Не знаю, сколько в ней веса, но она реально толстючая. Опа, и все. Ничего не повредилось. Как вам красота. Так, что еще из приманок? Вращающиеся блесны. Сразу говорю, не надо мелочиться с размером. Вот. У нас одна из лучших стала эта синхроне пятерка. Ну, можно и тре оставить с таким более узким лепестком. Но вот размеры, вот, от и до, меньше смысла нет брать. Вот. В таком формате. Это что касаемо вертушек. По вертушкам тоже проводка монотонная. То есть подняли, положили на дно, подняли, завели вертушку, там где-то 7-8 оборотов медленных, чтобы она там по на дном шла. Пауза. Очень часто было, ты ведешь, 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 ничего не происходит. Периодически чиркаешь дно, лепесток сбивается, положил на дно, поднимаешь, завелся лепесток сразу, бам, поклевка. Прям такая классика. Вот интересный момент в поведении рыбы. Джиговая проводка, колебалка работает. Вертушка, вот она, поднял, тууу, оборот, оборот, пауза. Пух положил на дно, поднял, тууу, 5-6 оборотов, положил на дно и вот работает вот эта проводка и именно железо джиг не работает вот поразительно что все перепробовали ну как то есть какие-то потычины что-то ну и понятно что рыба ощущение только что рыба есть а это уже покрупнее рыба интересуется джигом но не берет а железо отберет пожалуйста как вам а как он такой давай давай кумушка сама папа и сошла так об и об никогда то что ж такой ну ладно я сейчас помогу родная 2 подряд на вертушечку и опять же джиговая проводка вот что-то и сделаешь джиг пауза 5 поднял ту 5 6 оборотов неспешных фан одном даже приманка чиркает дно но не берет как только начинаешь даже чиркает но с паузами сразу берет красотуля так и из мягких приманок конечно это джиг еще если взять джиги разные тот вино чуть-чуть погрызла головку в принципе я сейчас покажу от и до от это 10 по наше бывает глубина где-то 220 230 и вот течение не сильно в принципе 10-12 грамм головки хватает чтобы качественно провести и до 50 грамм то есть если достаточно крупная приманка где-то такая порядка 8 10 дюймов то там уже конечно и ловите допустим на яме пятиметровой щука интересно что стоит на яме идет бровка свал в глубину и идет такой плато на 6 7 метров и от щука стоит не на нижней бровке 6 метров где бель бель вот здесь стоит на этой бровочке она стоит метров 10 по нижней бровке от рыбы странно она видно выходит покормиться и туда возвращается и вот там ее нужно брать конечно там достаточно сильное течение было и все-таки веса такие грамм в 50 конечно были нужны дипы с дипами признаться честно у нас просто не хватило времени прям чтобы так разобраться конкретно потому что не так много дней чтобы мы что-то подбирали вот единство чтобы рекомендовал это конечно мощные катушки типа мультипликаторов не нужно стесняться тут все-таки большой мощный запас по мощности ресурс шнуры шнуры лучше брать четырех жильные такие с хорошей степенью стираемости потому что местами камни но в принципе я и вас и восьми жилкой ловил мягкими шнурами было нормально таких прямо каких-то бровок ракушки тут нету бровок таких об которых срезалась нету ну вот как там с 4 жилка мне показалось запас на истираемость получше и по диаме по либрам это 24 либра тире 60 либров прям вот не надо мелочиться потому что очень много хорошей рыбы и она здесь надо сказать поведение рыбы здесь она такое знаете она какая-то неутомимая она прям вот по силе сопротивления она сильнее чем волжская щука взять волшку щуку ну или как у нас допустим на кубани в краснодарском крае у нас щука не такая она вроде попрыгала попрыгала две-три свечки и легла на бок здесь десятка два свечек и она не ляжет на бок вы еще возьмете в руки она учат все руки перережет и еще у вас и убежит поэтому щука здесь очень сильно борется до последнего и я думаю что ссылка где-то внизу будут на видео где мы здесь снимали и вы посмотрите как она сопротивляется то есть это просто неутомимый соперник который борется и я всем рекомендую ехать сюда с хорошим подсадчиков либо просто щуку если без подсадчика то щуку нужно как говорится катать до последнего когда он уже просто легла все лежит спокойненько отдыхает никаких признаков не подает активности и тогда ее аккуратно нужно брать рыба здесь очень очень активная сильная но в принципе все что хотел сказать да к чему все это повторюсь подытожу весь мой разговор не повторяйте моих ошибок то есть как бы я хочу чтобы если кто-то ехал посмотрев это видео он понимал что его ожидает на реке и соответственно был готов потому что мы реально были не готовы если бы мы были готовы к ловле мы бы ловили бы значительно лучше а мы ловить стали только последние дни когда у нас появился по сути дела и холод три дня назад у нас появился и холода три дня назад мы стали ловить хороших щук 6 7 килограмм 8 может быть больше мы их не мерили ну я думаю видео кто посмотрит тот примерно оценит скажет сколько они но в любом случае удовольствие получили так ребята все в принципе за с вами поделиться информации всем кто хотел ставим лайки комментируем если кто-то был и на по на этой реке есть какой-то свой опыт я думаю в комментах можно оставить и люди будут читать и для себя подчеркнуть полезную информацию все всем до встречи пока пока а и Продолжение следует...